Привет зритель! Полезные советы, лайфхаки и все о нашем здоровье на одном канале. Ну что же, поехали! Синусид, воспаление или отек ткани, выстилающий пазухи. Это общее заболевание, которое затрагивает более 37 миллионов американцев. Наиболее распространенными симптомами является заложенность носа, кашель, лихорадка, головная боль, насморк, зубная боль, усталость, носовой дренаж и боль в лице. Это заболевание может быть острым или хроническим. Если не лечиться вовремя и правильно, это может продолжаться несколько месяцев. Эксперты утверждают, что в большинстве случаев синусид является аутоиммунным расстройством, вызванным грибком. Сделайте свое тело менее гостеприимным для грибков. Поскольку ваше тело пытается убить грибок, ваша иммунная система повреждает синусовые мембраны, что в свою очередь вызывает симптомы синусита. Следующие советы помогут вам бороться с грибком и укрепить иммунную систему. Избегайте употребления сахара или зерновых. Поскольку гриб питается сахарными зернами, вы должны избегать их или ограничивать их потребление, чтобы держать грибок под контролем. Потребляйте рыбу или масло печени трески. Рыба и масло печени содержат омега-3 жиры, которые могут укрепить вашу иммунную систему. Эти ингредиенты могут лечить синусид, улучшать общее состояние здоровья и уменьшать риск возникновения различных заболеваний. Еще кокосовое масло. Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которая обладает мощными противовирусными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Чтобы получить максимальное преимущество, обязательно выберите бренд с использованием свежих кокосовых орехов для приготовления масла. Упражнения. Регулярная физическая активность и упражнения могут стимулировать циркуляцию воздуха и расширять синусы. Очистите синусы без лекарств. Промывание носовых полостей очищенной водой и солью может естественным образом очистить перегруженные пазухи. Вдыхание эфирных масел может быть очень полезным. Вы также можете попробовать пить горячие жидкости, такие как куриный суп или чай. Они могут увлажнять слизистые оболочки и вымывать слизь из пазух. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт. Странички в инстаграме и фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока!